Качество следственных мероприятий в Якутии улучшилось. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Якутии Николай Алексеев. По его словам, за прошедшие полгода в регионе более чем на 6% сократилось количество зарегистрированных преступлений. Подробнее о результатах работы ведомства расскажет Павел Танин. За первое полугодие 2017 года в Якутии зарегистрировали 5983 преступлений. Порядка 50% из них совершены против собственности граждан. За это же время в регионе снизилось количество злодеяний, совершенных несовершеннолетними и совершенных против них. Такие данные озвучили на пресс-конференции ведомства. На ней же отметили и улучшение качества следственных мероприятий. Сокращение сроков расследования, повышение качества следствия. В системе наблюдается небольшое снижение объема следственной работы, что напрямую связано с сокращением преступности в республике чуть более чем на 6%. Между тем, в текущем году в республике зарегистрировали 6 фактов незаконного лишения свободы граждан. Один из таких случаев получил широкий общественный резонанс в июне этого года. Тогда продавец овощного магазина уличил ребенка в краже шоколадки. Мужчина намеревался передать мальчика в соответствующие органы. Однако сам же приступил закон. Не придумав ничего лучше, он обмотал скотчем кисти рук и заклеил рот ребенку. Был проведена процессуальная проверка. 18 июня возбуждено уголовное дело по пункту Д. Часть 2 ст. 27 УК РФ. Это незаконное лишение свободы человека в отношении заведования несовершеннолетнего. Данное уголовное дело расследовано в кратчайшие сроки. Немедленно был подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение. Вину он полностью признал в совершении данного преступления. И в конце июля уголовное дело в смех заключения направлено прокурору для утверждения бедительного заключения. Случай, получивший не меньшее внимание со стороны общественности, произошел в конце мая. Тогда из Мирного в Якутск в экстренном порядке доставили трех малолетних детей. Причиной госпитализации стало сильное отравление. А отравились дети в одном из частных детских садов Алмазной столицы. Дело еще расследуется. Не окончено в настоящее время. Предъявлено обвинение по статье 238. Квалифицированный состав, связанный с оказанием услуг ненадлежащего качества и опасного для здоровья потребителей, представляемого для детей в возрасте до 6 лет. Вину в данном преступлении обвиняемая признала в полном объеме. В целом общая раскрываемость преступлений в Якутии составляет чуть больше 68%. Этот показатель лучше средних Дальневосточного округа и страны. Павел Танин, Евгений Рязанский, НВК САХА, Якутск.